Всем привет! Сегодня я расскажу вам о таком инертном газе как криптон, радиоактивный изотоп которого может вызывать настоящие молнии в атмосфере. Как и все благородные газы, криптон находится в последней группе таблицы Менделеева под номером 36. Однако это не единственная схожесть инертных газов, так как все они встречаются в атмосфере и криптон не является исключением. Его концентрация в газовой оболочке земли составляет около одну часть на миллион, что ставит его на третье место по наименьшей распространенности на земле. По своим свойствам криптон представляет собой бесцветный газ без вкуса и запаха. В этой ампуле у меня находится немного этого инертного газа под давлением в 100 раз меньше атмосферного. При таком низком давлении бесцветный криптон можно увидеть, но не просто так, а под воздействием электрического разряда. Для такого опыта я взял высоковольтный трансформатор на 6 киловольт, после чего между высоковольтными электродами положил ампулу с криптоном. После подачи напряжения газ в ампуле зажегся ярко белым светом. Именно такой цвет имеет криптон при тлеющем разряде. По краям только жалко, что цвет перебивается дугами в воздухе. Для более чистого цвета можно еще взять высокочастотный трансформатор высокого напряжения и старые плазмолампы. Здесь эффект леющего разряда виден даже лучше, да и ампулу с криптоном можно держать в руках из-за крайне малого тока, выходящего из электрода. Под воздействием высокочастотного напряжения атомы газа в ампуле возбуждаются, от чего излучают яркий белый свет. Сегодня такое свойство криптоном используют в подсветке взлетно-посадочной полосы. Такие криптоновые лампы не светятся постоянно, а зажигаются примерно 10 миллионов раз в секунду. Свет от них настолько яркий, что его можно видеть за 300 метров, даже в туманную погоду. Кроме этого, для создания так называемых неоновых вывесок бело-желтого цвета, газоразрядные трубки зачастую наполняют тем же криптоном. Хотя из-за дороговизны криптона для экономии могут взять и ртутные трубки, и разные люминофоры, чтобы сделать нужный цвет. По другим физическим свойствам криптон также похож на своих собратьев по 18 группе, то есть на другие благородные газы. Он плавится уже при температуре в минус 157 градусов по Цельсию. То есть, если охладить трубку с криптоном в жидком азоте, то можно получить немного твердого криптона, который при нагревании колбы все же почти моментально испаряется из-за низкой разницы между температурами плавления и кипения. Криптон также имеет довольно низкую теплопроводность среди инертных газов, ниже только у ксенона, но он все же в 10 раз дороже. Из-за такого свойства криптоном наполняют некоторые лампочки для карманных фонариков. Это делается для того, чтобы уменьшить испарение вольфрамовой нити накаливания, тем самым продлив срок службы лампочки, а также сделать свет более холодным. Такой эффект здесь основан на низкой теплопроводности криптона, который не позволяет испаренному вольфраму перемещаться от нагретой спирали к более холодным стеклянным стенкам колбы. Если к такой лампочке подключить высоковольтный трансформатор на 20 кВт, то можно заметить свечение криптона внутри лампочки. Только цвет тут почему-то какой-то зеленый. Возможно, его дают люминесцентные примеси в стекле колбы. Кстати, если взять вместо дешевого китайского высоковольтного трансформатора такой же дешевый китайский качер Бровина, то в этом случае криптон в лампочке будет гораздо ярче светиться белым светом. Жалко только, что такие лампочки сейчас встречаются в продаже довольно редко, так как они постепенно заменяются светодиодами. Теперь давайте уже поговорим о главном. Как же этот инертный газ может образовывать молнии? Дело в том, что у криптона есть несколько радиоактивных изотопов. Один из них криптон-85, имеющий полураспад чуть более 10 лет. В природе этот изотоп образуется в космических лучах, однако его количество ничтожно мало. В больших же количествах криптон-85 образуется в результате цепной реакции, деления ядер урана 235. Этот процесс обычно протекает при испытании ядерных бомб, а также в результате работы ядерных реакторов на атомных электростанциях. А чтобы ощутить себя в роли выжившего после ядерных ударов, советую игру Crossout. Экшен, протачки и взрывы в мире после апокалипсиса. Единственный способ выжить, собрать крутой бронемобиль, танк, багги на ховерах, все что угодно. Добавь огромные пушки, цепные пилы, плазмоган и стань настоящим токсичным королем. Огромная карта мира всегда подкинет работенку. Можешь сражаться с другими игроками или в клановых войнах, участвовать в рейдах или в королевской битве, торговать на рынке или изучать новые технологии. Недавно в Crossout появился зрелищный сюжетный режим с огромными боссами, которые можно пройти самому или же вместе с друзьями. Раскрой тайны пустошей. Трать ресурсы на создание новых тачек или улучшение старых. Дай волю своему сумрачному гению. Завоюй уважение различных фракций и они наградят тебя уникальными навыками, полезными в сражениях. Качай Crossout бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. В одной статье 94 года я вычитал интересный факт о том, что при попадании в атмосферу Земли частично ионизирует воздух из-за образующихся при его распаде гамма и бета-лучей. Ионизированный воздух гораздо лучше проводит электричество, чем обычный. В результате повышения электропроводности воздуха, тот гораздо лучше подвержен прохождению через него электрического разряда, проще говоря молний. Думаю, что вы уже знаете, что молния, представляющая собой искровой разряд, возникает в результате накопления огромного электрического потенциала, между Землей и верхней атмосферой. Так как диэлектрическое сопротивление воздуха не везде одинаковое, то молния, как говорится, идет по пути наименьшего сопротивления, которое зависит от расстояния до Земли или же от наличия ионов в воздухе. Всего лишь один случайный космический луч, как к примеру те, что можно увидеть в камере Вильсона, может ионизировать воздух и изменить его электропроводность, отчего молния тут же ударяет. С сороковых годов двадцатого века концентрация Криптона-85 в северном полушарии выросла с 0 до восьми десятых бекереля на метр кубический. В основном это происходило из-за нескончаемых ядерных испытаний, проводимых в США и СССР с сорок пятого по шестьдесят третьи годы, до того, как несколько стран подписали договор о прекращении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Однако, с тех пор было открыто множество атомных электростанций, в которых Криптон-85 является ненужным побочным продуктом вследствие деления ядер урана. Зачастую этот газ просто стравливают в атмосферу, как на самих электростанциях, так и на заводах по переработке ядерного топлива. В результате повышения концентрации этого радиоактивного изотопа в атмосфере, по предположениям ученых, вблизи атомных станциях и перерабатывающих заводов, возможно учащение гроз и ударов молнии, которые могут вызвать пожары и прочие неприятности. Такое уже случалось в нашей истории, после аварии на Чернобыльской АЭС, когда радиоактивное облако прошло по Европе, вызвав некоторые погодные аномалии, в том числе и сильные грозы в Швеции. Хотя и некоторые аэрозоли, попадающие в атмосферу с выхлопными газами или же дымом, могут и понижать концентрацию ионов в воздухе. Но тем не менее, для глобальной модели увеличение концентрации криптона-85 может нарушать привычное распределение заряда в грозовых облаках. Одним из последствий такого может быть снижение эффективности громоотводов, а также необычайно сильные грозы, например, в северных широтах. К сожалению, в ближайшем будущем вряд ли уменьшится поступление криптона-85 в атмосферу от перерабатывающих ядерное топливо станций, а также уже от существующих электростанций. Кстати, наподобие Трития, радиоактивный криптон-85 можно также запаять в ампулу с люминофором, отчего она будет светиться, не хуже Тритиевой. Но проблема в том, что энергия от распада криптона гораздо более высокая, чем у Трития, отчего проникающая способность гамма-лучей является более вредной для человека. Но не будем о грустном. Сегодня, кроме лампочек и фонариков, стабильные изотопы криптона применяются и в лазерах в смеси с аргоном. Такие лазерные излучают почти чистый белый свет и используются в лазерных шоу, а также в медицине. Кроме этого, криптон используется как анестетик при компьютерной томографии вместе с ксеноном. В основном это используют для детей, чтобы они не дергались во время сканирования. А, я совсем забыл рассказать вам про химию криптона. С химической точки зрения этот благородный газ мало чем интересен. Лишь в 1963 году были получены первые соединения криптона с фтором, и то при огромном давлении и температуре. После этого уже были получены и гидриды криптона, а также соединения, в которых этот элемент имел ковалентную связь с азотом или же с кислородом. Но, как вы понимаете, такие реакции я провести ну никак не могу. Так что придется довольствоваться лишь теоретическими знаниями. В итоге можно сказать, что сегодня криптон является довольно интересным, но тем не менее опасным газом для нашей атмосферы, так как его радиоактивный изотоп может повышать количество возникновения грозовых облаков, а также ударила молнии туда, куда не следует. Кстати, если вы хотите всегда помнить, как же происходит цепная реакция деления ядер урана, то советую приобрести футболку в нашем магазине. Кроме нее, там вы найдете еще много интересных принтов. Так что советую. Ну а если же вам понравилось это видео, как всегда не забудьте поставить лайк. И если вы не подписаны, то подписаться на мой канал, чтобы в будущем увидеть еще много нового и интересного.